здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки физика электростатика многоуровневая задача и сейчас мы с вами поговорим что же произойдет с электроном который прошел какую-то разность потенциалов вернее пролетел и влетает в электрическое поле давайте посмотрим ну вот вот это вот электрон который вот здесь вот был раз его отпустили и он полетел полетел вот и влетает в электрическое поле направления линии электрического поля вверх ага что с ним будет происходить с электроном электрон который влетел в электрическое поле на него начинает действовать сила сила которая будет действовать на него вертикально вниз но он же сюда влетел у него была скорость. Поэтому он начнёт отклоняться, двигаясь по параболе. И в конечном итоге он вылетает из этого электрического поля, пройдя вот расстояние Х. А расстояние от вылета из электрического поля до экрана мы обозначим буквой Л. А тут у нас электрическое поле. То есть, в конечном итоге электрон, можно говорить про пучок электронов, как бы вот здесь стукнется, и мы можем это зарегистрировать. Короче говоря, нам нужно найти отклонение электрона от момента вылета в электрическое поле до того, как он бабахнется об экран. Вот всё. Значит, что нам известно? Нам известно вот это расстояние Х, вот это расстояние Л, разность потенциалов. Нам известно напряжённость электрического поля. Но известно, что это электрон, но его заряд, естественно, и его масса. Вот это то, что нам дано. Вот всё. А теперь, внимание, вопрос номер один. А с какой такой скоростью, пройдя вот эту вот разность потенциалов, электрон влетит в электрическое поле? С какой такой скоростью? Вот эту скорость я буду обозначать вот такой вот буковкой В, чтобы не путать с разностью потенциалов. Ну, иногда разность потенциалов обозначает буквой Фи. А я вот буду обозначать буквой В большой. А это скорость, которую мы должны найти. И так будет звучать первый вопрос. Ну, что мы должны вспомнить, да? А что такое разность вообще потенциалов? Вот я здесь написал В, потому что здесь можно сказать, что потенциал вот здесь вот В нулевое, да? Будет равно нулю. Так. А это работа по перемещению заряда. Вот что такое у нас потенциал. Правильно? То есть работа равна КУВ. А любая работа равна изменению энергии. То есть вот здесь вот электрическое поле тоже, естественно, имеется, да? И электрон движется в сторону большего потенциала. Ну, не об этом сейчас речь. Вот. И при этом электрическое поле совершает работу. Вот. И у этого электрона будет увеличиваться кинетическая энергия. А здесь кинетическая энергия была равна нулю. То есть, что я могу сказать? Что КУВ – это не что иное, как МВ квадрат. Мы с вами договорились В обозначать вот такой вот буквой. В квадрат пополам. Значит, скорость – это будет не что иное, как квадратный корень 2КВ, делённая на массу. Вот так вот мы с вами ответили на первый вопрос. Кстати говоря, вот эта вот скорость, которую приобрёл электрон, я запишу, чему она будет равна здесь. Потому что это нам пригодится в дальнейшем. Так. На первый вопрос мы ответили. Это был первый вопрос. Теперь у нас будет второй вопрос. А второй вопрос звучит так. А сколько времени электрон находился в этом электрическом поле? Ну, давайте с вами сообразим. Значит, на электрон будет действовать сила только по оси У. У. Она будет действовать на него вниз. Вот. Сила со стороны электрического поля. А вот по оси Х никаких сил нет. Нет сил. Вот. Поэтому электрон будет двигаться по оси Х. Равномерно. Поэтому, чтобы найти Х, мы должны найти скорость. А скорость – это скорость влёта электрона в это самое электрическое поле. И умножить на время. Поэтому время будет равно Х, делённое на В. А в этом мы с вами нашли. Значит, Х, делённое на квадратный корень 2QV, делённое на массу. Вот. Такое вот время пролёта по оси Х. Я сейчас вот это время запишу. Здесь это Х, делённое на квадратный корень 2QV, делённое на массу. Это даёт мне полное право убрать вот это вот всё решение. И перейти к третьему вопросу. А третий вопрос будет звучать так. А насколько отклонится по оси Y электрон, пролетев вот это вот электрическое поле, длина которого вот здесь вот, это Х. Да? Вот этот Y нам нужно найти. Ну, давайте с вами посмотрим, что же тут происходит. Как только электрон влетает в электрическое поле, на него начинает действовать сила. Эта сила будет направлена вниз. Потому что электрон всегда движется против направления электрического поля. Так. На него действует сила, значит, есть ускорение. Отлично. Теперь, начальной скорости по оси Y не имеется. Тогда у нас остаётся, что Y будет равняться АТ квадрат, делённое на 2. А ускорение это будет QI, это электрическая сила, которая действует на электрон, равна произведению массы тела на ускорение. Значит, ускорение будет равно QI, делённое на массу. Обратите внимание, что я здесь не ставлю знак минус. Почему? Ну, потому что, в принципе, я уже определил, куда будет действовать сила. Вот. И куда будет двигаться электрон с ускорением, да? Вот. Конечно, тут можно чуть-чуть пофантазировать. Вот. Поскольку электрон будет не пофантазировать, а объяснить, почему. Можно сделать сразу так. Если я ось выбираю вниз, значит, Y будет направлено вверх, заряд электрона минус, то есть, Y тоже будет минус, и Q минус, значит, в конечном итоге получим плюс. Но мы с вами сразу же определили, куда сила туда будет и ускорение. Ну, вот так вот. Так. Тогда что мы делаем? Тогда мы делаем вот что. Я пишу здесь дробную черту, а вместо ускорения напишу QI, делённое на M, двоечка, сюда присоединяется. А он же у нас, вот этот X пролетел в время T, которое мы нашли, но оно в квадрате, значит, будет X квадрат. Здесь будет 2QV, правильно? А масса улетит вверх. И смотрите, как здорово получается. Масса сокращаем, эти Q сокращаем, эти Q сокращаем. И получается, у нас получается следующее. И делённое на 4V, это разность потенциалов. А тут у нас будет X квадрат. Вот, поэтому, в принципе, мы с вами увидели, что движение это будет происходить по параболе. Ну, естественно, потому что тело-то движется с ускорением, а T квадрат пополам должны были получить параболу. Итак, мы с вами нашли Y1. Я уже знаю второй вопрос, поэтому я пишу тут. Y1, это ИХ квадрат, делённое на 4V. Всё, на этот вопрос ответили. Вопрос номер 4 звучит так. А через сколько времени, или за какой промежуток времени, после влёта в электрическое поле, этот электрон попадёт на экран? Ага, вот это вот время мы должны найти. Вот я вот так вот взял и сразу ответ вижу. Смотрите, по оси Х на тело никакие силы не действуют. Значит, оно всё время будет двигаться равномерно. А это означает, чтобы это время найти, да, мы просто-напросто Х плюс Л должны поделить на скорость В. То есть, Х плюс Л мы должны с вами, ну, так вот можно сделать. Смотрите, поделив на это, это всё равно, что Х плюс Л умножить на квадратный корень масса на 2QV. Вот так вот. Значит, вот это вот общее время я нашёл. Ну вот, и теперь можно перейти, на мой взгляд, к самому такому сложноватенькому вопросу. Вот. У нас же многоуровневая задача, не всё должно быть как бы просто. Итак, пятый вопрос. А пятый вопрос будет звучать так. А чему равняется общее смещение этого электрона с момента влёта в электрическое поле? То есть, найти D. И вот смотрите внимательно. Вот я вот не зря сказал, что было Y1. То есть, по идее, мы сейчас должны с вами найти вот это вот, Y2. То есть, то расстояние, которое пролетит электрон, когда он вылетит из электрического поля по оси Y. Значит, так. Масса электрона, она настолько мусипусенькая, что силой тяжести в данной задаче можно пренебречь. Имейте это в виду. Это означает, что по оси Y после вылета на этот самый электрон ничего действовать не будет. Ну, есть сила тяжести. Ну, поскольку масса электрона 9,1 на 10 в минус 31 степени килограмм, то говорить о том, что с ним что-то будет происходить, да, ну, не имеет смысла. Короче говоря, да, гравитацией мы пренебрегаем в данной задаче. Вот так вот. Итак. Вылетает отсюда. До экрана ему нужно пролететь L. А за какое время? А вот за это время. Вернее, не за это время. Двигаясь той же самой скоростью, которая у него была и здесь в электрическом поле. То есть, время пролета. Вот. Ну, не надо с этим временем путать. Да, я говорю сейчас время пролета вот этого вот расстояния. Это L. Это расстояние и на ту же самую скорость. 2QV и делённое на массу. Но самое-то интересное заключается в том, что по оси Y. По оси Y. В момент вылета у него тоже была скорость. У него тоже была скорость VY. И это VY равняется произведению силы, произведению ускорения на время. А какое время-то? Время, которое он находился в электрическом поле. Вот. То есть, VY у него равняется A умноженное на T. А что ж такое A? Это QI, делённое на массу. А время T, это что у нас такое? А время T, это у нас вот, и X. И опять-таки, делённое на 2QV, делённое на массу. Вот такая вот скорость. Правильно? А чему будет равняться A умножить на T? А теперь, чему равняется вот этот вот Y2? Y2. Так, 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 так. Оно здесь буду писать. А чему будет равняться Y2? Это VY, умноженное на время, которое он пролетел, вот это вот расстояние L. Вот оно. Умноженное на T. Ну, давайте, чтоб не путать, не путать. Вот это здесь будет у меня T со звёздочкой. Тогда Y2, которое мы ищем, будет равняться. Вот я переписываю. Так. Вот, QEX, QEX на M. Тут у нас будет, ой, не тут. В знаменателе. Квадратный корень. 2QV, делённое на массу, видите? Это нужно умножить на T со звёздочкой, на L. И ещё раз на 2QEX, делённое на массу. То есть, вот это у нас получается в квадрате. И что же у нас получается тогда? Смотрите, как здорово. Смотрите, как здорово. QEX, L, делённое на массу. А здесь уже квадратного корня нет. 2QEX, делённое на массу. И смотрите, классно получается. Массу, массу сокращаем. QQ, сокращаем и получаем X, L, и, ну так мне захотелось написать. X, делённое на 2V. Здорово, да? Ну вот. А теперь мы можем найти D. А это D у нас будет состоять из Y1 плюс Y2. Тогда D равняется EX2. на 4V плюс X, L, E на 2V. Вот так вот. Ну что тут можно сделать? Найти общий, так сказать, не общий знаменатель. Да, что-то общее. Что-то общее. А общее из них вот какое. E точно, X точно, да, 2 точно и V точно. И тогда что у нас останется? У нас останется L плюс X, делённое на 2V. Вот так вот. Вот так вот, да, давайте проверим. EXL, делённое на 2V, плюс EX2, делённое на 4V. Вот такое вот у нас получился. Такое у нас, что у нас получился? Такой, такой D, нет, такая D. Вот так вот. Ну вот это вот отклонение общее. Оно отклонение, да? Получилось общее вот такое вот. Классно. Ну и последний вопрос можно сформулировать следующим образом. А это вот расстояние будет зависеть от того, какого знака, так сказать, влетает сюда частица. Положительная или отрицательная. Вот. Или она будет вообще зависеть от величины этой частицы. Вот. От его заряда. И что мы видим? Где тут заряд? Где? Где? Нету его. Сократили. Вот мы его сократили. И массу сократили. Видите, как здорово, да? То есть, ни масса, ни заряд не повлияет на это самое отклонение. Вот это очень хороший вывод. Ну вот всё. Учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором сложные задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok